Добрый день! День добрый, потому что светит солнце, прекрасная погода, и мы сегодня будем говорить с вами о природе, красоте и здоровье. Это урок в пятом классе, урок природоведения, и вы, дорогие студенты, окажетесь пятиклассниками. Но не только вы будете принимать участие, но и взрослые, потому что на сегодняшнем мастер-классе я буду проводить диалог со всеми. Я хочу начать с того, что я предлагаю вам правила совместной работы. Первое правило, прочитай. Будь активным. Второе. Высказывай свою точку зрения. Третье. Спорим и слушай любви. Стремись к успеху. В действительности, ведь успех у каждого ребенка должен быть. И я просто хочу, чтобы каждый из нас в этом зале был всегда успешным. А какие правила совместной работы вы бы мне предложили? Подумайте, пожалуйста. Что бы вы смогли предложить? Сотрудничество, спасибо. Еще? Взаимопонимание. Взаимопонимание, благодарю. Еще? Жить дружно. Правильно? На самом деле, ребят, дети в пятом классе уже предлагают очень много правил. И я не случайно привожу эти правила совместной работы. Почему? Потому что в пятом классе некоторые хотят высказать свою точку зрения. Высказываю. Но в пятом классе спорят и не слышат друг друга. И когда развивается спор, я им предлагаю, сразу показываю. Посмотри на третье правило. Умей слушать других. Каждый из вас сегодня может выбрать заявку на оценку. Перед вами. Если вы будете работать, получите 7-8 баллов, оценка 5. 5-6 баллов, оценка 4. 3-4 балла, оценка 3. Но может кто-то из вас будет работать и больше на 10 баллов, станет гением. Подумайте, пожалуйста, на какую оценку сегодня хотите работать вы. Подумали? На какую? На гении. На гении? Замечательно. Потому что в пятом классе, когда я говорю, кто хочет быть гением, лес рук. А в одиннадцатом никого. Для того, чтобы набрать количество баллов, за правильный ответ вы ставите себе один балл. Если вы возражаете мне или возражаете друг другу, вы получаете 3 балла. В ходе работы вы выполняете некоторые задания. И за эти задания вы получаете тоже баллы. Накопительная система, она работает в школе, у меня на уроках. И не только на одном уроке можно набрать 3-4 балла, но и на втором можно набрать 3-4, приплюсовал и оценка 5. Оценка 2 не свойственная для меня. Я работаю 28 лет и никогда не ставлю оценку 2. Это кратко. Ну что ж, мы продолжаем. Что собой представляет природа? Что такое природа? Окружающий мир. Взаимосвязь растений и животных. Влияние человека на природу. Влияние человека на природу. Спасибо. Объекты природы. Резвечка. Объекты природы. Совокупность окружающих нас систем. Совокупность окружающих систем. А если вы пятиклассники, что вы скажете? Полезные ископаемые. Полезные ископаемые. Солнышко. Природа. Это все то, что окружает нас, но не сделано руками человека. А на какие две группы мы можем с вами разделить природу? Итак. Живая и неживая. Совершенно верно. Молодец. Не забывайте ставить себе баллы. Природа бывает живая и неживая. Чем представлено? Что собой представляет неживая природа? Что мы можем отнести? Камни. Камни. Воздух. Солнце. Воду. Солнце. Воду. Совершенно верно. Молодцы. А что собой представляет живая природа? Чем представлена живая природа? Растеяния животными. Организмами. То есть представлена живыми организмами. Итак. Какие живые организмы вы знаете? Солнце мое. Животные. Человек. Животные. Человек. Растения. Растения. Бактерии. Растения. Растения. Мы можем с вами говорить о том, что в природе существуют бактерии, в природе существуют грибы, в природе существуют растения и в природе существуют животные. А теперь дайте определение понятию, что такое живые организмы. Подумайте. Исходя из этой схемы. Мне ж нельзя. Итак. Пробуем. Живые организмы. Это существа. Существуют где? В живой природе. В природе. Обладают живыми. И обладают свойствами живого. Вот так очень быстро можно сформировать понятие живой организм у детей пятого класса. С помощью вот этой быстрой схемки, с помощью инструмента, который мгновенно запоминает ребенок. Почему? Потому что пятиклассник обладает клиповым мышлением. Он видит все, воспринимает и быстро запоминает. Ну что ж, я благодарю вас. Те, кто работал, баллы себе, пожалуйста, поставьте. Природа вызывает самые лучшие чувства человека, способствует и улучшает здоровью. Итак, посмотрите. Перед нами какое время года? Осень. Кто из вас любит осень? А почему вы любите осень? Ну потому что в это время года играют очень различные краски, и это какое-то вдохновение придает. Вдохновение. Еще. Почему ты любишь? Поднял? Не поднял. Почему? Потому что очень ярко, так меняется природа. Зеленого переходит на разные цвета. А у меня, допустим, день рождения. Совершенно верно. У меня тоже скоро день рождения, 26 сентября. Поэтому я очень люблю осень. А дети говорят, осень – это дары природы. Это запасы на зиму. Это так здорово. Это вкусно и хорошо. Вот так они говорят. На самом деле, в действительности, буйство красок, да, говорит о том, что осень дает нам своеобразное богатство и вдохновение. Все от старой сосны до забора, от большого темного бора и от озера до пруда – окружающая нас среда. Скажите, какие среды жизни вы знаете? Наземная. Наземная. Воздушная. Так, еще. Поксин. Водная, спасибо. Еще, Максим. Наземная. Почвенная. И еще какая среда есть? Организм. Организм как среда. Да, я тебе просто пожму руку, потому что ты умница, молодец. Два балла себе поставь от меня по блату. В действительности, существует четыре среды жизни. В этих четырех средах жизни обитают все живые организмы. Вот здесь мы можем с ребятами очень быстро повторить, где обитают, в какой среде бактерии, где обитают грибы, растения, животные, какие отличительные особенности существуют. То есть эта схема постоянна на уроке и работает на ученика. Вот они все четыре среды жизни. Природа, окружающая нас среда, ты прекрасна в любое время года. Внимательно посмотрите на эту картину и скажите, что вы видите? Пустыня, небо, облака, пустыня. Кто сказал растительность? Так, растительность. Еще что увидели? А песок кто-то увидел? Увидели. А почему молчите-то? Сразу сказали? Это очень хорошо, потому что дети в первую очередь говорят песок, то, что ближе им. А взрослые говорят небо. И практически никто не говорит, что здесь есть растения. А ведь это растения живут, дышат, размножаются. Они живые организмы. Что собой представляет это время года? И какие ассоциации возникают у вас, глядя на данную фотографию? Может, переход с весны на лето? Так, переход с весны на лето. Еще? Еще молодой человек. Как звать? Дмитрий. Дим, какие ассоциации? Хочется тебе оказаться здесь? Да, ассоциации с прохладой. С прохладой. Совершенно верно. Еще? Спокойствие. Спокойствие, тишина. Свежесть. Вот вы знаете, когда пять лет назад мы с детьми оказались в экспедиции в горной Адыгеи и поднялись 18 километров, перед нами открылся этот рай. Мы просто 10 минут стояли и не дышали. Потому что воздух чистейший. Вы сказали, переход весны от лета. На самом деле, это было 15 июля. А почему вам показалось, что это переход весны от лета? Не знаю, может, какая-то атмосфера особенно создана в красках самих. Так, еще? Солнца мало. Солнца мало. Еще горы, холод и растительность немножко запаздывает. Правильно? Итак, ну это всем понятно. Да? Зима. Кто любит зиму? Все любят. Все. А за что вы любите зиму? За зимние игры. За зимние игры, спасибо. За снег. Белоснежный. Снежинки. Снежинки. Новый год. Новый год. Еще взрослые. За воздух. Скрипит. Да. Щиплет. В действительности, зима – удивительное время года. А это что за время года? Угадайте. Подумайте, пожалуйста, не торопитесь. Может, ранняя весна? Итак, у одних мнение – ранняя весна, у других – поздняя. Ранняя осень. Итак, давайте поспорим. Поспорьте, хорошо. Прошу. За то, что ты споришь, я тебе три балла дам. Ну ладно. Гением будешь точно. Пожалуйста. Ну, не знаю, я считаю, что это весна, ранняя. А когда мы спорим, мы внимательно слушаем правила, а потом поднимаем руку и высказываем. Высказываться могут все. Прошу. По моему отношению, так как светит солнце, то есть это уже закат. Обычно такое солнце, оно раннюю весну я всегда наблюдала за этим. То же самое, пока еще листья не расцвели. Спасибо. Пожалуйста. Плоды, спасибо. Может быть, это просто зима? Вообще интересное выражение. Может, это просто зима? Спасибо. Ну, возможно, это, конечно, позднее осень, мне кажется, потому что, смотрите, вот при детальном изучении можно увидеть как бы следы конденсации, как бы пары такого, когда оно остывает. Я благодарю вас. А теперь, взрослые, пожалуйста, ваше мнение. Ну, как будто же позднее осень. Что позднее осень. На самом деле, это ранняя весна, и вы были правы. Аплодисменты вам. А теперь мы работаем. Мы работаем с вами в следующем режиме. Каждый из вас теперь должен написать свои пять ассоциаций. Природа в моей жизни и я в жизни природы. Это мои ассоциации. А напишите свои. Минута. Время пошло. Пока наши дети пишут, да, уважаемые взрослые, в действительности, вот этот вопрос для пятиклассников очень важен. Очень многие начинают писать много отрицательного. Если в классе пишут много отрицательного, да, то, значит, я в действительности говорю о многих экологических проблемах. Останавливаюсь на этих проблемах, и мы с ними разъясняем. Если дети говорят очень много доброго, хорошего, то обязательно говорю о добром и хорошем, и обязательно навожу их на то, что экологические проблемы, они существуют. В действительности, быстренько напишите свои пять ассоциаций. Когда работают ребятишки, это просто блаженство, потому что на уроке каждый ученик должен занять своим делом. А если еще ученик работает за баллы, накопляет эти баллы, да, то стимуляция в пятом и в шестом классе, мы работаем по бальной системе. А уже дальше, в седьмом, восьмом, девятом классе, уже придумываю более другие интересные моменты. Итак, написали. Ну что ж, природа в моей жизни. Для меня природа – это красота, это вдохновение, это предмет заботы. А для вас природа – это? Я написала так. Прежде всего, это эстетическая часть, потом свежий воздух, что дает здоровье. Ну, также лекарственные растения, лекарственные травмы. Опять-таки, здоровье. Ну, для него природа также домашние животные. Домашние животные. Благодарю. Максим, для вас? Ну, для меня природа, я присоединяюсь к Маше, и ко всему хайму, еще природа для меня – это дом. Дом. Замечательно. Посмотрите. Если человек думает «дом», то в доме обязательно наводится порядок. Для вас, Дим? Наверное, как ресурсы. Ресурсы. Получение пищи. Так. И исследование природы. Исследование природы. Спасибо. То есть, вы видите совершенно другой ответ. Пожалуйста. Вдохновение, красочность и ресурсы. Красочность и ресурсы. Для вас? Практически то же самое, но… А каждый должен свое сказать. Мы не повторяем. Источник жизни, источник пищи. Для вас? Неотъемлемая часть меня и спокойствие. Смотрите. Неотъемлемая часть меня и спокойствие. Спасибо. Для вас? Ну, для меня это чистота, свежесть, открытие и потребность в ней. И потребность в ней. Замечательно. Для вас? Это источник новых знаний и открытие вдохновения, красота и дом. Посмотрите. Источник новых знаний. А почему вы так написали? Ну, в природе всегда что-то можно открыть новое для себя, увидеть. Мы же не все можем знать, но что-то интересное можно найти. То есть природа нам подсказывает, как быть, как построить взаимоотношения. Спасибо, замечательно. Я в жизни природы, вот я маленькая частичка, я исследователь. На протяжении 12 лет я вместе с детьми езжу в экологические экспедиции в разные регионы страны. В июле месяце мы с детьми вернулись из города Пятигорска. Я в первую очередь потребитель. А кто же вы в природе? Пожалуйста. Я созерцатель, скорее всего, в природе. Потому что мне нравится смотреть на саму природу, восхищаться ей, делать какие-то новые открытия, что-то для себя новое. Открытие нового. Так, еще. Еще. Ну, это как бы своя атмосфера общения в природе. Какой-то вот тоже отдых, своя компания. Да, ты себя в природе чувствуешь очень комфортно, даже когда ты идешь в тур-поход. Для меня это прям вообще вау. То есть, я в жизни природы вау. Да. Замечательный ответ. Как бы природа со мной общается, и я в хорошем отношении к природе тоже общаюсь с ней. Друг. Спасибо. Ну, я в жизни природы это помощник, наблюдатель, создатель и связующее звено. Посмотрите, связующее звено. Это очень хорошо, когда ребенок говорит о том, что я связующее звено. Этот ребенок никогда не навредит природе. Еще что можно сказать? Часть природы. А что же взрослые нам скажут? Я в жизни природы. Рахиль Анатольевна, можно вас, как моего учителя, я спрошу на своем уроке? Я в жизни природы. Ну, вот все, что вы написали, я вам могу повторить, не буду тратить время. Ах, больше всего мне понравился ответ девушки, который совпадает с моим. Я очень люблю походы в природу. И не было случая, чтобы что-то новое для себя я не увидела. Природа всегда, в любое время года, в любой час, день, преподносит нам подарок познания красоты и жизни природы. То есть, познание и открытие. Замечательно, спасибо. Как вы думаете? Я думаю, я одна, что я неповторимая природа. Это тоже хорошее мнение. Ну что ж, я скажу, что хорошо вы выглядите. Неповторимая, единственная. Всехворение любя живут, а мы все горим как звезды. Да, на самом деле, на самом деле, хочу сказать, что дети, многие пишут, убийца, топтун. Я вначале не мог понять, что значит топтун. Они говорят, мы вытаптываем живые организмы, растения. То есть, у них совершенно другой взгляд. И как ни странно, пятиклассники очень много пишут отрицательного. Вы студенты, поэтому вы мне назвали все самые лучшие качества отношения к природе. И я благодарю вас за это. В действительности, природа связана со здоровьем человека. Здоровый человек есть самое драгоценное произведение природы. Для здоровья необходимы, в первую очередь, хорошие физические нагрузки, ограничения в питании, закалка, время и умение отдыхать и счастливая жизнь. Вот давайте с вами об этом немножко поговорим. Физические нагрузки. Почему так важны сейчас физические нагрузки? Движение – это жизнь. Дело должно быть полностью в постоянном движении, чтобы не терять форму. Форму. Совершенно благодарю. Еще. Как думаешь? Нагрузки на сердце. Чтобы нагрузки на сердце. Чтобы сердце постоянно работало, функционировало. Еще. Чтобы отличаться от других организмов. Хорошо. А что значит ограничение в питании? Почему этот вопрос сейчас стоит так остро? Не знаю, мне кажется, что ограничение в питании должно быть правильное питание. Здоровое питание. Потому что человек есть тоже. Здоровое питание. Я думаю, что в мире сейчас очень много таких продуктов, которые вредят нашему здоровью. И их сейчас все больше и больше становится. Совершенно верно. Фастфуд, питание. Мы все сейчас почему-то переходим к этому. Все подвержены. Подвержены. И наша нация не худеет, а полнеет. Закалка. Что мы понимаем? Кажется, с детства нас с вами родители всегда закаливали. Да? Для чего нужно? Для поддержания, во-первых, иммунитета, чтобы в дальнейшей жизни устоять перед какими-то болезнями. Инфекциями. Совершенно верно. Чтобы мы ко всему были готовы. Правильно, молодец. Время и умение отдыхать. Скажите, всегда ли вы можете правильно выбрать время и умение отдыхать? Ну, с темпами жизни в данный момент это очень иногда бывает сложно сделать. Совершенно верно. Пока вы молоды. Отдыхайте. Отдыхайте. Но потом придет время, когда в действительности вы взглянете на себя совершенно по-другому. Это что отдых? Это смена деятельности. Смена деятельности. Молодец. А почему семейная жизнь? Вот сейчас очень многие люди почему-то не создают семью. Каждый живет сам по себе. Или живет просто в обычном гражданском браке, чтобы не зависеть ни от кого. А почему семейная жизнь это тоже здоровье? Ну? Ну, потому что как бы будущее, зависит от того, как бы сказать. Будущее уже известно, оно более-менее такое устойчивое. И человек уже не думает морально, как бы себя не думает. Совершенно верно. Есть любящий человек рядом, который и о тебе заботится, и ты заботишься об этом человеке. Правильно? Вот я хочу сказать о себе. Я счастливый человек. Потому что я живу 27 лет со своей женой. И радуюсь тому, что в действительности есть у меня самый близкий и надежный друг. 75% взрослых заработано в детские годы. От года до 16. И когда взрослые люди говорят, ой, у меня что-то заболело, ой. А вы посмотрите, вернитесь в свое детство. Именно в этот период возникают, возникают будущие ваши проблемы. В действительности наступает подростковый возраст. Вы-то все прошли. Покурили? Покурили. Попробовали спиртные напитки? Конечно, попробовали. Правильно? Кто-то остановился, кто-то продолжил. Кто-то учится в институте, а кто-то нигде не учится. Здоровье человека зависит 20% от внешней среды. От генетического риска всего лишь 15%. От здравоохранения, которое мы ругаем, всего лишь от 10%. А вот от образа жизни, от 55%. Что вы понимаете под образом жизни? Вот как? Пожалуйста. Как человек питается, как он относится к себе, занимается ли он спортом. Употребление тех же самых спиртных напиток, как или... Ограничение или нет ограничения. Да, да, да. Так. Человек должен всегда себя ограничивать. Потому что множество факторов, которые влияют на его здоровье, и в том числе образ жизни, который он создает. Человек сам создает свой образ жизни, и он должен правильно его создать, чтобы его здоровье было крепче. Спасибо. Человек создает себя сам. Здоровье, конечно, это здорово. 10 десяток нашего счастья зависят в первую очередь от здоровья. Здоровье – это не все, но все ничего без здоровья. Сам себя губит тот, кто не любит окружающих людей. Я всегда говорю ребятишкам, умейте общаться друг с другом, умейте общаться со взрослыми людьми, умейте общаться с людьми разных возрастов, так, чтобы вы себя чувствовали везде комфортно. Что же такое здоровье? Вот не читая то, что написано, определение, как бы вы сами сказали? Пожалуйста. То, что мы не чувствуем, а то, что у нас есть. Мы не чувствуем, но у нас есть. Здорово сказала. Как думаешь, что такое здоровье? Наверное, совокупность наших каких-то ощущений. Совокупность каких-то внутренних ощущений и внешних. Так. Наверное, в том, в чем проявляется сила человека. В том, в чем проявляется сила человека. Здоровье – это отсутствие болезней. Отсутствие болезней. Еще. Солнце мое, говори. Он сказал, что ты чувствуешь. Хорошо. Когда человек чувствует себя комфортно в своем же теле. Комфортно в своем теле. В действительности, когда человек дружит. А вот ребятишки пятого класса мне составили следующее понятие. Я прочитаю его. Это состояние полного физического, духовного и социального благополучия. Отсутствие болезней и физических дефектов. Скажите, ничего себе, пятиклассники. На самом деле, все дети из сети интернет достали разные определения. Задание это было домашним. Принести определение здоровья, питания, пищеварения. И когда вся информация была принесена, и они начали работать. Они начали ходить и искать, кто же здоровье-то нашел. Я, я, я. Оп. Образовалась группа, которая определила понятие здоровья. И вот так научным языком сказали. Наше здоровье зависит от многих факторов. Наследственности, условий жизни, образа жизни. Вопрос детям. На какие факторы ты можешь повлиять и что нельзя изменить? Ну, изменить нельзя наследственность. В действительности. Все, что досталось нам по наследству, с этим нужно сжиться. И когда пятиклассники говорят, я худая, кривая, ноги это, зачем меня мама родила? Я говорю, подожди. Пройдет время, и ты будешь самой красивой девушкой на свете. Неужели такое будет, Сан Саныч? Я говорю, будет. И когда в одиннадцатом классе выходит, я говорю, помнишь, ты меня спрашивала? Она говорит, помню. Теперь я. Самая красивая, неповторимая и обаятельная. Так они мне говорят. Кстати, наши мысли сходятся. В действительности, какие факторы можно изменить? Пожалуйста. Образ жизни. Образ жизни. И условия жизни. Совершенно верно. Благодарю вас. Это дети сразу. Детям предлагается прочитать список черт характера, какие из них помогают человеку сохранить здоровье, а какие мешают. Обычно мы работаем по группам. Итак, пожалуйста. Первое. Доброта. Мешает или помогает? Не мешает, но не помогает. И мешает, и не помогает. Так. Раздражительность. Не помогает. Не помогает. Осторожность. Помогает. Помогает. Мудрость. Сто процентов помогает. Сто процентов. Лень не помогает. Лень не помогает. Но чаще всего мы что делаем? Ленимся. Ленимся. Внимательность. Помогает. Обидчивость. Не помогает. Не помогает. Жадность. Не помогает. Щедрость. Вы считаете, нет. Кто может возразить? Возрази. Возрази. Помогает. Помогает. Почему? Возрази. Докажи. Когда ты отдаешь, когда ты делаешь добрые дела и заботишься о ней, это все возвращается. Совершенно. Положительные эмоции. Умейте дарить. Если вы умеете дарить, то положительные эмоции, вот они они, вот оно здоровье. Следующее, пожалуйста. Зависть. Отрицательно. Отрицательно. Никогда не завидуйте. Никогда. Умейте порадоваться за то, что есть у человека. Вот если вы умеете порадоваться, что это есть у человека, это будет вам только на пользу. Итак, понятно. То есть, каждое слово дети объясняют. Ну, детей в классе 25, поэтому мы. Знай, что твое здоровье зависит в первую очередь от качества питьевой воды. От режима правильного питания, от хорошего настроения, от желания заниматься делом и чистого воздуха. А теперь объясните мне, пожалуйста, все эти небольшие понятия. Качество питьевой воды. Почему на первом месте-то стоит? Как думаешь? Не пей воду из-под крана. Не пей воду из-под крана. Не пей воду из... Хорошо. Ну, человек на 70-80% состоит из воды. Совершенно верно. Все дети говорят, тело человека состоит из клеток. В клетках до 80% воды. Вода – прекрасный растворитель. И от частоты воды зависят многие физико-химические процессы, происходящие на уровне клетки. Режим правильного питания. Ну, не вещество. Он должен быть в этот режим... Должен, но не обязан. Должен, но не обязан, но он должен быть. Он должен быть. А теперь я вопрос задаю всегда пятиклассникам. Поднимите руку, кто завтракает утром. Я благо... Это всем касается. Я благодарю. Почему? Потому что завтрак – это энергия, которая приходит в организм. И ваш организм, ваши клетки начинают работать и функционировать. А если вы не позавтракали, то вы сидите на первой паре и думаете, господи, скорее бы в столовую. Чего там она говорит? Не, а? Быстрее бы в столовую. Точно так же и дети думают. Вот я классный руководитель. Сейчас уже 10 класса. И вместе с 5 класса взял их. И мы с родителями за 5 класс добились, что все дети завтракают. И сейчас, когда в 10 класс пришли, они говорят, Сан Саныч, мы даже не представляем, как можно не позавтракать. Просто даже выпить чай с хлебом. И то хорошо. Итак, хорошее настроение. Одна минута смеха продлевает на 5 минут жизни. Да, конечно, в действительности. Поэтому, вы молоды, красивы, умейте всегда с юмором относитесь ко всему. Юмор поможет вам продлить вашу жизнь. А теперь, чистый воздух. Что это такое, Дим? Чистый воздух. Почему так важен? Потому что лишние примеси в воздухе могут отравлять органисты. Совершенно верно. Еще? Ну, чистый воздух, он защищает от различных заболеваний, которые могут приходить в хронические. Так. В данный момент, я думаю, чистый воздух – это то, чего не хватает нам. Нам. Вот посмотрите, ежесекундно мы совершаем вдох. Кислород поступает к нам в организм и активизирует все химико-физические процессы. Правильно? Если мы находимся в горах, высоко в горах, то можно даже один раз покушать. Но есть там такой чистый воздух, что, кажется, все раскрывается, все твои легкие. И желание заниматься делом. Я думаю, что вы не бездельники, потому что вы уже второкурсники. Я поздравляю вас. Теперь, прочти список привычек человека. Как ты думаешь, какие привычки помогают ему сохранить здоровье, а какие не помогают? Трудолюбие. Помогает. Дальше. Доводить дело до конца. Помогает. Поздно ложиться спать, не помогает. Не всегда. Читать во время еды тоже не помогает. Так. Завтракать утром в доме. Помогает. Завершенно верно. Не помогает. Но чаще всего мы это делаем. Пожалуйста. Проводить много времени за компьютером. Не помогает. Так. Не помогает. Совершенно верно. Вот каждый ребенок, в действительности, пятиклассник, он говорит это откровенно. Если он занимается и долго сидит за компьютером, то об этом мы тоже ведем разговор. Я плавно перехожу на красоту. Природа – это в действительности здоровый образ жизни, это здоровье. Но и существует и красота. Существует красота природы. Существует красота тела. Существует красивая внешность. Одежда, прическа, опрятность. Человек создает себя сам. Нет людей некрасивых. Есть люди какие? Ленивые. Никогда не будьте ленивыми. Умейте создавать себя. Умейте выглядеть. И вот ребятишки тоже создали такое понятие красота. Они сказали, что это приятное удовольствие, что это возможность привлекать к себе внимание, хорошо выглядеть и наслаждаться. В их возрасте привлекать внимание для них – это самое главное, самое первое. Поэтому я это определение оставил, потому что это определение дети создали. Красота природы. В действительности природа прекрасна в разное время года. Даже здесь, в горном Алтае, мы можем увидеть красоту природы. Красоту гор. Я часто бываю в горах. И в действительности в горах Ингушетии, Чечни, Дагестана, Южной Осетии. Видите, я любуюсь природой. Своеобразные горы, своеобразный воздух. Это Измайловский парк. Фотография сделана в прошлом году мной в Измайловском парке. Удивительное место. Тишина и спокойствие. Практически в центре Москвы. Красота тела, красивая внешность. Мы всегда радуемся, любуемся. И если видим красивых людей, правильно, обаятельных, от которых идет энергия, это просто здорово. Но люди разные бывают. Есть люди, которые сейчас стремятся сделать тату. Огромное количество разных салонов. Хочется выделиться. И в 15-16 лет, если ты нанес тату где-то, обязательно надо показать. Обязательно надо одеться, чтобы все видели. Но приходит время, когда эта тату закрывается и не хочется показать. Поэтому следите за своим телом. Будьте красивы. Будьте чисты, как природа. И в действительности, вот внизу перед вами гейзеры. Эта фотография сделана в Соединенных Штатах Америки. На самом деле гейзеры очень маленькие, метр пятьдесят. Но фотография так сделана, чудно, что кажется, кажется, они очень огромны, огромны. Но красота везде есть. Красота тела, красота природы. И я хочу сказать, что главное, от чего зависит наше с вами здоровье, это здоровье нравственное. Чтобы сохранить свое здоровье, думай о здоровье других. Относись к окружающим с пониманием, любовью. И тогда вы будете здоровы, любимы в первую очередь. И счастливы. Я благодарю вас, здоровья и гармонии вам в природе. Ну а теперь, кто же сколько добрал баллов, а? И кого я могу отметить? Я с удовольствием отмечаю вас. Как вас звать? Мария. Благодарю Марию. Я благодарю вас. Оля, я благодарю вас. Татьяна. Татьяна. Я благодарю парней, потому что в действительности парни работали, отвечали. И вообще все вы просто молодцы. Спасибо огромное. Николай Александрович, ну мы тоже сейчас раздаем оценочки и баллы. Поэтому мы хотим вам сказать огромное спасибо за то, что вы сделали. И благодарим вас за то, что вы, собственно, начали нашу коллекцию роков. И вот эта живая бумага, где мы это все написали. Спасибо вам большое. И вам, ребята, тоже огромное спасибо. Здесь ваш труд. Да, да, да. Да, Рахилия Анатольевна, пожалуйста. Мне было сегодня очень празднично на душе, потому что Саша Буханистова, я помню, когда он поступал на РАПФАК после службы в армии на Камчатке. И Рахилия Анатольевна принимала у меня экзамен. Я принимала экзамен, и я благодарю Бога, что я не ошиблась на том человеке. Конечно, мальчик не смог ответить на простые школьные вопросы. Он пришел без подготовки с громадным желанием быть учителем. Что я должна была сделать? Если формально, я бы сказала, что нет, вы не готовы. Но ведь человек шел на РАПФАК, а не на первый курс. Я ему поставила отлично, с чистой совестью. Я даже не помню, что поставила, но поставила... Я помню, что поставила, чтобы ребенок прошел. И вот после РАПФАКа стал учиться человек. И вот посмотрите, сельский мальчик, прослуживший в армии. Из Тагучина. Даже, да, из Тагучина. Человек сделал себя сам. Второй мальчик, Швинк Виктор, который учился на географии и биологии. Извините, пожалуйста. Поступил на первый курс, потому что тогда принимали за брюки. Набрали человек 15 парней, чтобы в школе были мужчины. Из этих 15 осталось только несколько человек. Остальные не выдержали в первом семестре. А Витя, как и все, кто не умел учиться, не научился в школе, не повезло. Ни одного учителя было, который бы научил учиться. А Витя пришел ко мне на вызовную консультацию. Я с ними сидела, по 3-4 человека приглашала. И сказал, можно я буду приходить на все ваши консультации. На втором курсе он догнал и перегнал красиво говорящих городских, а сейчас лучший учитель географии в городе Новосибирске. Он написал такое методическое пособие, честно говоря, я не люблю писать. Я бы такое пособие не написала, вот недавно подарила. Очень приятно видеть людей, которые делают себя сами. Никогда не сваливайте свои неудачи на других, что свойственно многим россиянам. Будьте самими собой. Трудитесь мысленно и физически, и все у вас получится. Спасибо. Спасибо.